Дом над обрывом и Пизанская башня. Такие достопримечательности появились на высокогорной улице. Но стоит ли винить природу, выяснил мэр Сочи. Сами накопили, сами и решат, что надо. До конца февраля во всех домах, внесенных в план 2016 года, начнется капремонт. Губернатор Краснодарского края подписал постановление о раздельном сборе бытовых отходов. Программа рассчитана на 30 лет. 95 лет и все в любви к жизни. Юбилей сегодня отмечает сочинец-контр-адмирал в отставке Семен Гасинский. Сочи официально готов к футбольному Кубку Конфедерации, который пройдет в России в этом году. Об этом в своем твиттере написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Речь не только о стадионе Фишт, но и о тренировочных полях, гостиницах и вокзалах. Сочи в числе городов уже готовых к футбольному Кубку Конфедерации 2017. Теперь дело за болельщиками. На стадионе Фишт перед играми Кубка Конфедерации пройдут еще тестовые матчи. 28 марта сборная России по футболу сразится с бельгийцами. Половина губернаторских поручений выполнена. Такую статистику сегодня озвучили на так называемом часе контроля. В наступившем году это первое совещание по исполнению поручений главы региона. Всего их было дано полторы тысячи. Не самое главное снять поручения с контроля. Самое главное снять проблему. Проблему, которая на самом деле существует. И я надеюсь, что не нужно здесь гнаться за тем, чтобы сроки, которые определены, были выполнены. Я готов сроки и продлить, если нужно. Но главное, чтобы проблема снялась. Еще раз подчеркиваю, не поручение снято было с контроля, а проблема снята с повестки дня. Много вопросов на совещании у Вениамина Кондратьева было к главе Абширонского района. Там никак не могут достроить воздухоопорный спортивный комплекс. Сдать его должны были еще в прошлом году. Теперь площадка просто разрушается. Дом над обрывом и Пизанская башня. Такие достопримечательности появились на высокогорной улице в Сочи. Осенью прошлого года там произошел оползень. Он потянул за собой дорогу и коммуникации. Из-за схода грунта пострадал и частный дом. Он заметно накренился. Но стоит ли счет за причиненный ущерб выставлять природе? Или все-таки главную роль в этом происшествии сыграл человеческий фактор? Выясняла Елена Овсецина. Грязевая горка, дорога в никуда, газовые трубы, закрученные в узел и дом, напоминающий Пизанскую башню. Вот такой пейзаж открывается из многоквартирного дома на высокогорной улице. Автор шедевра – стихия, которая обрушилась на Сочи осенью прошлого года. Но это случилось после того, как были обильные дожди у нас прошли. Чрезвычайные ситуации по городу Сочи, когда уровень воды очень сильно поднялся, а стал таять снег. Так как это предгорье, поэтому оно за собой пошло. Все эти воды потянули за собой пласт именно нашей земли. Но стихия только ускорила процесс, который был запущен гораздо раньше. Земля из-под ног начала уходить несколько лет назад. Наиболее вероятная причина – склон не очень-то подходит для строительства многоэтажки. Земли подниться доводческие, а значит все вопросы к застройщику. Наш застройщик, можно сказать, не очень постарался закончить проект так, как он должен был быть. Здесь должна была быть подпорная стенка с парковочными местами. Собственно, он этого не сделал. А ползневой процесс запущен, и остановить его самостоятельно сочницы не в силах. Вместе с почвой постепенно сползают в пропасть газовые трубы. Аварийные службы только успевают ремонтировать магистраль на высокогорной. Они приехали до Нового года, снова что-то переделали, ну не капитально они все сделали, просто подварили, сварили и снова уехали. Он также продолжает ползти, но в связи с оползнем мы не знаем, какие дальше последствия будут. Бригада горгаза наведалась на высокогорную и после праздников, чтобы подкрасить трубы. Вслед за ней на место схода грунта прибыл глава сучи Анатолий Пахомов. Он заверил жителей дома над обрывом наедине с бедой они не останутся. Решением проблемы займется застройщик, тем более, что он ее и создал. Он варс вел куда? В заблуждение. А это мошенничество. А мошенничество – это уже тюрьма до 12 лет. И поэтому, вот как только будет возбуждено уголовное дело по мошенничеству, вот тут он начнет вместе со своими родственниками думать о том, что надо принимать меры. Глава Сочи дал поручение найти застройщика, а также дать людям юридическую консультацию. Ведь именно они будут отстаивать свои права в суде. У городской администрации, к сожалению, таких полномочий нет. К решению проблемы подключат и правоохранительные органы. По инициативе глава города в ближайшие дни в мэрии состоится совещание с их участием. Предстоит разобраться с жителем и с другим оползнем на той же высокогорной. Я бы, например, если это была городская черта, на них подал суд и взял бы экспертов, которые бы доказывали, что да, действительно, это стало причиной того, что набиралась вода, и эта вода отслоила там часть земельного участка. Жители считают, что причиной обвала грунта стала прокладка инженерных сетей. Спровоцировать оползень мог и несанкционированный сброс точных вод, который был выявлен в ходе визита. Правда, все это только догадки, которые подтвердить или опровергнуть может геологическая экспертиза. Но и опять же должны заказать сами люди, земли принадлежат им. Городская администрация поможет докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. Сочинцам нужно позаботиться о своем жилье. Вопросу повышения финансовой грамотности жителей курорта сегодня была посвящена встреча главы города с руководителями страховых компаний. В Сочи таких организаций чуть больше десятка. И одна из них работает по краевой программе единой системы добровольного страхования жилых помещений. Доступен ли этот продукт на рынке, расскажет Татьяна Говоркова. Пали, я не знаю, женщина сверху закричала, горим. Мы все выскочили, одели, что попало и все. Все осталось там. Вот, все сгорело. Прошедший на прошлой неделе пожар на улице Пионерской в считанные минуты лишил хозяина этого четырехэтажного дома и крыши над головой и бизнеса. Он сдавал комнаты в найм. На поддержку города в этом случае рассчитывать невозможно. Частная собственность и не застрахована. И таких случаев по городу множество. А по закону компенсировать потерю своей частной собственности за счет городского бюджета, то есть средств других сочинцев, нельзя. Что бы ни случилось с городом, наши горожане идут сразу же прямиком в администрацию. Либо района, либо города. Мы ограничены в своих возможностях и практически не имеем никаких средств для того, чтобы оказывать помощь после, скажем, трагедии. Но большинство, они до сих пор не могут понять, что они просят помощи у того органа, у которых нет этих полномочий. А я сразу же вам хочу сказать. На восстановление мебели, утерянной при, скажем, наводнениях, пожаре, никто ничего не возмещает. От оползней, наводнений, пожаров никто не застрахован. Но обезопасить себя горожане от потери своего жилья могут. Обязательное страхование применяется только в ипотеках. В некредитных случаях собственникам нужно самим позаботиться о своем имуществе. В Сочи, к сожалению, отсутствует культура страхования своего имущества. Люди надеются на авось, от чего сами и страдают. Поэтому в ряде муниципалитетов нашего края введена новая практика. Край еще в 2015 году, учитывая все массовые события, которые творились на территории края в то время, применил такую методику, которая в Москве применяется давно. Там в платежках уже есть такая строка. Хочешь – плати, не хочешь – не плати. Но ответственность ты несешь сам. От привычки отходить, что кто-то нам что-то должен, уже надо, дано пора. Надо привыкать к тому, что мы сами себе все это делаем и обеспечиваем себе защиту своего же собственного имущества. Больше года в крае реализуется программа по созданию единой системы добровольного страхования жилых помещений населения Краснодарского края. В Сочи уже два года обязательства по страхованию выполняет компания «Ресогарантия». Порядка 700 договоров на сегодняшний день есть между гражданами «Ресогарантия». А компенсируется в случае убытка это следующим образом. То есть 70% выплачивается компанией «Ресогарантия», 30% выплачивается при поддержке краевого форума. Стоимость договора страхования невысокая и действует на территории всего Краснодарского края. Вот только застраховать свое жилье можно на 500 тысяч и миллион рублей. Если это квартира, то при сумме в полмиллиона в год страховка обойдется всего в 900 рублей. Если дом, то на 450 рублей больше. Страховка на миллион обойдется в 1800 и 2700 рублей соответственно. Если же речь идет о более высокой страховой сумме, соответствующей рыночной цене жилья, то компания, так же как и другие страховщики, готова предоставить свои предложения. При этом страхуется только помещение, а не мебель и бытовая техника. Поэтому при покупке полиса необходимо на месте выяснять все детали. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». До конца февраля все дома, внесенные в план 2016 года, будут принимать работы по капитальному ремонту. Участие в региональной программе позволило жителям 47 домов рассчитывать на улучшение общедомовых условий жизни. На этот год претендентов на капремонт стало значительно больше. Новая крыша у дома по улице Ландышева, 15-5, появилась всего пару месяцев назад. Ремонт окровли жильцы ждали уже несколько лет, хотя строение само по себе достаточно молодое – всего 20 лет. Но особенности постройки привели к тому, что бетонная окровля стала пропускать воду. Сочинцы задумались о ремонте. Накопить деньги самостоятельно оказалось нереально. 1 миллион 600 тысяч рублей удалось собрать только благодаря региональной программе капитального ремонта. Есть такая поговорка – под лежачий камень вода не течет. Если не заниматься и никому не верить, а тем более еще и не платить, то, соответственно, ничего не будет. Мы же ходим в магазин, мы сначала отдаем деньги, потом нам дают какой-то продукт. Поэтому и тут то же самое. Необходимо оплатить, а потом требовать проведения какого-то ремонта. Взносы за капитальный ремонт жильцы дома собирают регулярно. Большинство не стали игнорировать призыв и справно платить. В результате новая надежная крыша, которой больше ни один ливень, не страшен. А вот жители дома по улице Чехова, 52, теперь вообще начали спокойно спать. В любой момент электропроводка могла не выдержать напряжения. А потом нагрузка какая? Увеличилась в каждой квартире нагрузка на свет, на энергию. Поэтому была острая необходимость в первую очередь сделать капитальный ремонт по замене электричества, электропроводов старых. И вот, пожалуйста, какой сделали нам хороший. 60 квартир, из которых в 47 живут пенсионеры. Именно они добросовестные плательщики всех счетов, в том числе и на капитальный ремонт. Собирать документы на новую электропроводку начали летом. Новый год встретили уже в безопасном доме. И это только два примера из общего списка утвержденных 47 домов на 2016 год. Уже в конце января в каждом из них будут закончены работы. Просим донести до граждан нашего города это одно. Это все-таки поверить нам, повысить собираемость, которая на сегодняшний день составляет порядка 45%. Это, конечно же, очень мало. Но та работа, которую мы проводим на сегодняшний день, она позволяет поверить, позволяет утвердиться в том, что работы действительно идут. И те граждане, которые участвуют, те собственники, которые участвуют в приемке выполненных работ, они на сегодняшний день довольны. Еще летом жильцы самостоятельно выбирали подрядчика для проведения ремонта. Осенью вышел новый федеральный закон, обязывающий проводить конкурс. Этот факт немного отодвинул сроки завершения работ, но не намного. На этот год список домов уже сформирован, но окончательный план будет утверждаться губернатором Краснодарского края. Туда войдут дома только тех сочинцев, которые исправно собирают деньги на капитальный ремонт. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Губернатор Краснодарского края подписал постановление о раздельном сборе бытовых отходов с 2017 по 2047 год. Сбор будет разделен на три этапа. На первом из них с 2017 по 2027 год в городских округах и сельских поселениях с населением более 10 тысяч человек сбор будут вести по компонентам. Отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы. В период с 2027 по 2037 годы мусор будет собираться по группам. Специфические коммунальные отходы, батарейки, ртутные лампы, термометры, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы. В оставшиеся десятилетия сбор мусора будет разделен на фракции – стекло, бумага, пластик, текстиль, металлы. При раздельном сборе отходов должны использоваться контейнеры со следующей цветовой индикацией и письменными обозначениями. Бумага – синий цвет, пластик – оранжевый, стекло – зеленый, пищевые отходы – черный, отходы для вторичного использования – серый, отходы электронного оборудования – коричневый. Специфические коммунальные отходы – красный, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. Результат работы санаторно-курортного и туристского комплекса Сочи в 2016-м оказался выше всех ожиданий. За прошедший год город принял порядка 6,5 миллионов отдыхающих. Об уверенном росте турпотока на курорте глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал в развернутом интервью федеральному телеканалу. На курорте сложилась тенденция к увеличению турпотока из-за рубежа, отметил в интервью Анатолий Пахомов. В Сочи открылось прямое регулярное авиасообщение с казахским «Актау». Появились чартерные рейсы из Алматы и Астаны. Продолжается работа с иранскими партнерами. Международный аэропорт Сочи возобновил обслуживание чартерных рейсов из Тегерана. В рамках работы по выходу на зарубежные туррынки налаживается сотрудничество и с китайским Чэнду. Первый авиарейс из этого города запланирован на весну 2017 года. Привлекает Сочи и немецких туристов. Власти курорта планируют провести презентацию Олимпийской столицы в Ганновере, Дюссельдорфе, Штутгарте, Франкфурте, Мюнхене и Берлине. Первый же чартерный рейс из Германии европейских туристов на курорт привезет уже 5 февраля. В целом же для популяризации и продвижения Сочи в 2016 году администрация курорта совместно с представителями туристического бизнеса города приняла участие сразу в нескольких профессиональных туристских выставках. Под председательством мыра Сочи Анатолия Пахомова состоялись выездные презентации курорта. В таких российских городах, как Новосибирск, Красноярск, Мурманск, благодаря совместной работе с туроператорами в летнем сезоне 2016 года появились пакетные предложения по Сочи, включающие перелет, групповой трансфер и экскурсионную программу, что существенно снижает стоимость затрат на транспортные расходы. В результате расширились направления туристических рейсов из городов России в Сочи. На летний период 2016 года организованы чартерные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Казани, Самары, Уфы, Красноярска, Тюмени, Нижнего Новгорода. Летом прошлого года сочинский международный аэропорт принимал более 100 рейсов и обслуживал около 27 тысяч пассажиров в день. Растет и популярность горно-климатических курортов Сочи, которые расширяют свои возможности, увеличивая количество подъемников и лыжных трасс. Мы сегодня понимаем, что, опять же, стоять на месте нельзя. И стоит задача улучшения качества работы наших горно-климатических курортов, в том числе о едином скипасе. Потому что вот у нас три горно-климатических курорта. То есть единый скипас будет? Будет. Это уже принято не только на уровне города. Это, по сути дела, поручение правительства Российской Федерации. И горно-климатические курорты получили такое поручение. И губернатор Краснодарского края, и глава города Сочи. Мы все вместе будем работать над этим. Потому что именно сегодня это тоже будет способствовать улучшению качества работы и то, чего хотят наши лыжники. И скоро планируется это сделать? Планируется к следующему сезону. Также Анатолий Пахомов отметил, что в этом году работа по формированию качественного турпродукта и его продвижению на туррынке России за рубежом продолжится. Уже через два дня, 26 января, Сочи примет участие в туристической неделе импортозамещения в туризме в Санкт-Петербурге, где на консолидированном стенде Краснодарского края пройдет презентация курортного потенциала Сочи для санкт-петербургских туроператоров. В феврале перспективы развития сочинского туризма обсудят на базе Ростуризма. Инга Габеши, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Забрались на шуточный Олимп. Сразу пять кубанских команд вышли в главные телевизионные лиги КВН. Смеяться над их выступлениями сможет вся страна на Первом канале. Своё решение судьи озвучили на финале сочинского фестиваля «Кивин-2017». «Русскую дорогу не отпускали минут пять. Все аплодировали, просто до истерики смеялись, и слёзы текли из глаз, потому что это было очень смешное выступление. Заходила каждая шутка, то есть зал взрывался в овациях, и их потом после этого закончили, их просто не отпускали. Все аплодировали так долго». С победой команды поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. А вот и полные итоги фестиваля КВН. В высшей лиге в 2017-м будут шутить брюховецкая команда «Нати» и «Русская дорога» из Армавира. В премьер-лиге три краснодарские команды. Летняя сборная, команда КубГУ и Топ Секрет. В первой лиге подозрительные лица из Белореченска. Ну а в международную лигу КВН в этом сезоне прошла сборная КубГАО. Поздравляю, ребят! Подобным результатом не может похвастаться ни один регион, кроме Москвы. А теперь вот и Кубани. Что сейчас модно в среде КВН и как развиваются команды, оценивали Масляковы, старший и младший. «Литературные команды стали особенно популярны, которые мало двигаются по сцене, мало у них динамики. Но зато они стараются своими шутками, своими репризами достучаться до сердец и умов телезрителей». Кевин длился 10 дней. Кубанским шутникам пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Для участия в фестивале зарегистрировалось около 500 команд. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Ну и продолжаем выпуск. Сегодня поздравление с юбилеем принимает Семен Гайсинский. Контр-адмирал, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда, Севастополя и Кавказа празднует 95-летие. Большой праздник по случаю круглой даты прошел в актовом зале колледжа искусств. На юбилей побывала и наша съемочная группа. Семена Гайсинского зал приветствует стоя. Сегодня известному сочинцу 95. Свой юбилей он празднует в широком кругу. Здесь не только близкие и родные. В зале первые лица города, ветераны и те, кто в своей жизни после встречи с контр-адмиралом, теперь уж наверняка будет на него равняться. Каждый с цветами и подарками, ну и, конечно, со словами благодарности за мирное небо. Вы настоящий герой, которым всегда будут гордиться и наш народ, и наша страна, и, конечно, мы, сочинцы, которые имеем честь быть рядом с вами, вас приветствовать, вас обнимать и гордиться тем, что у нас есть такая возможность. Им действительно гордится вся страна. Гайсинский получает поздравления из разных ее уголков, в том числе от президента. Семен Гайсинский поистине человек эпоха. Родился в Симферополе. В войну 19-летний курсант Высшего военно-морского училища начал на Балтийском море, а в 20 получил свое первое из восьми серьезных ранений. Он был ранен в голову во время налета на Новороссийск. Истекающего кровью моряка посчитали мертвым. Мне сразу же, тут, конечно, сразу же прибыли санитарные машины. И меня сразу, не задумываясь, поместили, в чем мама родила, в морг. Тот день, когда одна из медсестер случайно обнаружила, что он все еще жив, Семен Гайсинский считает своим вторым днем рождения. И в шутку говорит, мне не 95, а всего 75 лет. Он выживал там, где гибли тысячи. Выстоял в обороне Ленинграда, Севастополя, Кавказа. На его груди 52 награды. Но самое важное, говорят его родственники, это история. Это память о тех страшных событиях, которую в семье Семена Израилевича передают из поколения в поколение. Действительно, мы историю в нашей семье изучали именно по рассказам и моего папы, и дяди Сени. Я очень хочу, чтобы молодежь, наше поколение никогда не забывало историю войны. И наша обязанность передавать это из поколения в поколение. Сегодня на груди Семена Гайсинского появилась очередная награда. Знак признания и почет сочинцев. Бывший моряк через всю жизнь пронес любовь к морю. Здесь, на Черноморском побережье, встретил свою любовь. В послевоенные годы в Сочи он на 30 лет сменил военную форму на строительную спецовку и посвятил свою жизнь одной из самых мирных профессий. Сегодня он занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, ведет активный образ жизни, пишет стихи. В свои 95 Семен Израилевич сохранил военную выправку и военные привычки, оптимизм и жизнелюбие, и, что важно, острый ум. И он точно знает, в чем секрет долголетия. Нужно любить жизнь и не обманывать жизнь. Тогда и она отплатит тебе добром. Вот и все. Инга Габеши, Ольга Десятова, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи отметят день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественный прием с участием главы города Сочи Анатолия Пахомова состоится 27 января в Музее истории города. Но в целом же на этой неделе на курорте пройдет целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. Помимо основного приема в городском музее, акции памяти состоятся 26 января в 14 часов в РДК Центрального района, 27 января в 13 часов в школе номер 99 Лазаревского района и 26 января в 10.00 в кинотеатре «Комсомолец» Адлерского района. Сегодня в Сочи проживают 82 блокадника Ленинграда, из них половина в Центральном районе. Многие не могут присутствовать на торжественных мероприятиях, их на дому посетят представители органов соцзащиты и администрации районов. В соответствии с решением городского собрания Сочи блокадники получают ежемесячную выплату 260 рублей. Также через управление соцзащиты все они получают компенсации расходов по оплате услуг ЖКХ. Напомню, блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Город находился в осаде 900 дней. За годы блокады погибло по разным данным от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Сочинцев приглашают принять участие в конкурсе ФСБ России. Конкурс называется «На лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов безопасности». Традиционно конкурс проводится по следующим номинациям – телевизионные и радиопрограммы, художественная литература и журналистика, музыкальное искусство, кино и телефильмы, актерская работа и изобразительное искусство. Кстати, в минувшем году в последней номинации краснодарский скульптор Владимир Золотухин получил первую премию ФСБ России за памятник защитникам рубежей отечества пограничника. За 11-летнюю историю этого конкурса впервые такой награды удостоился житель Кубани. Для участия в конкурсе принимаются произведения, в которых создан положительный образ сотрудника пограничных органов и объективно отражена деятельность ведомства. Заявки принимаются до 1 октября. Подробную информацию можно получить на официальном сайте ФСБ России. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, шторм на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.